Привет всем студентам Ставропольского края! В студии Дмитрий Евдокимов и это программа Студент.АУ. Программа, которую мы делаем специально для молодежи. А начнем с очень приятного события. Новый повод для гордости появился у всех студентов и преподавателей Аграрного. Аграр-университет занял 15-ю строчку в рейтинге вузов благотворительного фонда Владимира Потанина. По сравнению с результатами прошлого рейтинга, СТГАУ поднялся сразу на 35 позиций, став при этом лучшим аграрным вузом страны. Также наш вуз опередил в этом рейтинге 6 федеральных и 12 национальных исследовательских университетов и занимает наивысшую позицию в рейтинге среди вузов Старопольского края. Рейтинг отображает обобщенную экспертную оценку достижений, которые показывают участвующие в программах фонда студенты и преподаватели. Составители рейтинга оценивают общий уровень интеллекта и эрудиции студентов вузов, степень восприимчивости к новому, активную жизненную позицию и желание развиваться. Эти качества, считают фонди, свидетельствуют о высокой конкурентоспособности выпускников и уровне внимания к преподавателям вузе. Рейтинг вузов по версии благотворительного фонда Потанина публикуется ежегодно с 2004 года и считается одной из наиболее авторитетных, независимых оценок качества обучения в российских вузах. Один из секретов успеха студентов и выпускников аграрного университета в большом внимании к практическому обучению и начинается оно буквально с первого месяца в вузе. Как такой подход применяется на факультете сервиса и туризма, расскажет Таня Ткаченко. Проверку боем прошли. Так можно коротко охарактеризовать день, который провели на Кавказских минеральных водах студенты аграрного. За день они побывали в популярных среди туристов местах и встретились с руководителями гостиниц и санаториев. Обсудили перспективы развития российской туриндустрии с бывшим руководителем Кавминвод Виталием Михаленко и директором Конгресс-отеля Интурист Анзором Доховым. Из первых уст узнали о работе одного из лучших санаториях КМВ – санатория имени Сеченова. И каждый раз упор делался на прямую взаимосвязь между успехом предприятия и грамотным менеджментом. Та медицинская работа, которая производится среди отдыхающих, она очень зависит от любых других служб, от транспорта, от технического обеспечения, от хозяйственного обеспечения, от экономической работы, от юридической работы. Ну и как при поездке на курорт не полюбоваться достопримечательностями? Студенты совместили приятное с полезным во время посещения Есетузской грязелечебницы. И не только послушали рассказ о целебных свойствах грязи, но и насладились видом уникальной архитектуры старинного здания. Ну это было очень увлекательно, интересно. Такое историческое здание, архитектура. Мне все очень понравилось. Хотела бы попробовать посетить, побывать на месте этих людей. Вот. Ну я под впечатлением. Этот завод по розливу минеральной воды можно считать также заводом по выпуску сувениров. Ведь приятнее, полезнее и дешевле подарка с КМВ не найти. Как завороженные наблюдали за стройными рядами бутылок с минералкой все студенты. Даже наши гости из Италии. Я первый раз побывала на такой фабрике. И было очень интересно увидеть, как это все происходит, как разливают воду в бутылки. Теперь я лучше понимаю весь процесс. Это вообще очень важно увидеть все своими глазами. Они посмотрели все технологические процессы от начала и до конца, до упаковки, формирования в палеток готовой продукции. Выпускаем продукцию в пределах 70-74 миллионов бутылок в год. Мы являемся одним из крупнейших налогоплательщиков здесь, в нашем регионе. Такие поездки дают очень хороший результат. Выпускники факультета социально-культурного сервиса и туризма выходят очень востребованными специалистами. Я увидел в их глазах огонь. Сейчас это уже пожар. Я говорю так, потому что многие из тех ребят сегодня мне звонят из Сочи. Сегодня меня беспокоят из Греции. Они звонят нам из Германии. И они там не путешествуют. Они работают. Они работают на предприятиях сферы услуг. В Ставропольском крае прошел межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южно-Федеральных округов. На несколько дней в регион съехались лучшие бойцы из 31 студенческого отряда. За два дня фестиваля 400 студентов померились силами в командных и спортивных играх, в творческих конкурсах. В итоге проверку сплоченности, сноровки и умения нестандартно мыслить лучше всех прошел сводный студенческий отряд «Аграрий». Бойцы студотряда Ставропольского государственного аграрного университета стали победителями командной игры «Мы одна команда, мы один отряд». Закончился фестиваль выступлением отрядных бардов у костра дружбы. И на прощание подведем итоги нашего фотоконкурса. Третье место заняла Карина Харченко с результатом 135 лайков. На почетном втором месте оказалась Дарья Картер. Ее фотография набрала 167 лайков. И победительницей нашего конкурса стала девушка с ником Маришка009. Ее фото понравилось двум сотням пользователей сети Инстаграм. Поздравляем победительниц и ждем вас за призами. А до следующего выпуска передачи «Студент.АУ» осталась ровно одна неделя. Главное помните, поступайте правильно, поступайте в аграрный университет.